Всем привет! Intel не дождались собственного мероприятия 5 октября, официально опубликовав все характеристики своих новых десктопных процессоров. Кто подписан на мой канал, всё, что далее будет сказано, уже, по сути, давно слышали. Впервые я рассказал о том, что будут шестиядерные процессоры уже около 10 месяцев назад, о подробности рассказал уже около месяца назад. Но теперь всё это стало официальной информацией. И теперь i7 это не 4 ядра и 8 потоков, а 6 ядер и 12 потоков. i5 теперь это не 4 ядра и 4 потока, а 6 ядер и 6 потоков. И i3 теперь это не 2 ядра и 4 потока, а настоящие 4 ядра. Что самое важное, Intel показали топологию процессора, и это старые добрые ядрышки. Со старой доброй кольцевой шиной, которая отлично работает и которую Intel принесли в жертву при проектировании 18-ядерного кристалла для платформы 2066. Так как новая шина имеет большие возможности по масштабируемости. Но с 6 ядрами у Intel были процессоры с кольцевой шиной, так что особого удивления новые процессоры не вызывают. Процессоры восьмого поколения базируются на 14 нанометров плюс-плюс техпроцессе. Несмотря на то, что он имеет те же цифры 14, часть элементов всё же уменьшена в транзисторе и в соединении их друг с другом. Так что вероятно плотность транзисторов всё же несколько повысилась. Но всё равно, думается мне, площадь кристалла станет больше, чем раньше. В этом есть плюсы в плане теплоотвода, но и себестоимость более крупных кристаллов выше. Хотя забегая вперёд скажу, что цены не огорчат. Но про цены я расскажу в конце. На текущий момент представлено 6 моделей. Для i5, i3 и i7 по 2 процессора. Один младший, второй старший под разгон. Будут ли ещё какие-то процессоры пока неизвестно, но вероятно будут. Опять же таки нет ещё линейки с индексом Т, так что что-нибудь да будет ещё. В продаже топовые решения с i7 и может быть даже i5 под разгон должны будут появиться уже в октябре. А остальное скорее всего чуть позже, но тоже в этом году. Правда будет только со старшим чипсетом Z370. Остальные чипсеты и дешёвые материнские платы только в начале 2018 года. То есть по дешману взять новый i3 и материнку под него в этом году не выйдет. А вот с топовыми решениями проблем не будет уже скоро. Рассмотрим схему новой платформы. Она состоит из двух блоков. Первый это сам процессор, а второй это чипсет. Новый процессор не будет совместимы со старыми чипсетами. То есть на момент старта продаж это будут только платы с чипсетом Z370. Причём пока опровержений в дальнейших планах по выпуску более старшего чипсета Z390 нет. Всё пока сходится по слухам и вероятно будет именно так, как я рассказывал в прошлом видео. Из нового в процессорной части можно увидеть дисплейпорт Revision 1.4, а также HDMI 2.0a. То есть встройка будет поддерживать быстрые 4К и HDR мониторы. Также процессор поддерживает память на 2666 МГц, а количество каналов так и осталось 2. Правда для Z чипсетов какие-то указания по частотам памяти не совсем актуальны, так как и более старые Z чипсеты позволяют реализовывать данные частоты. А других чипсетов пока и не будет, так что вроде как циферки поменялись, то есть вместо 2400 стал 2666, а ничего не изменилось. А вот в будущем на младших материнках можно будет ставить 2666 МГц. Но это уже 2018 год. Процессоры и чипсет соединены всё той же шиной HDMI 3, которая по сути является эквивалентом четырём линиям PCI-Express третьей версии, выделенных процессором линии PCI-Express для устройств в 16, то есть на одну видеокарту. Что касается новых портов чипсета, то тут мы видим указание на Thunderbolt 3. Для его работы нужен будет внешний контроллер. Но ранее в десктопных схемах Intel Thunderbolt 3 не указывали, даже несмотря на то, что внешние контроллеры были и раньше. То есть по сути тоже ничего нового, но есть некоторый намёк на более широкое применение порта Thunderbolt производителями плат. Скорее всего Intel высказали свои рекомендации на применение Thunderbolt в десктопах. Но это мы уже узнаем только когда появятся платы. Ещё из нового появление встроенный в чипсет контроллер USB 3.1, правда первой медленной ревизии. У AMD, например, контроллер встроен не в чипсет, а в сам процессор и 10-гигабитный. В остальном же никаких изменений нет. Также нигде прямо не указано про совместимость чипсета с процессорами Kaby Lake и Skylake, вероятно её нет. Также Intel приводит свои тесты производительности, говоря о том, что прирост в играх в сравнении с четвёртым поколением составляет до 25% в некоторых играх. А в стриминге игр прирост до 45% в сравнении с Skylake, то есть с седьмым поколением. Безусловно, маркетологи нашли для слайдов игры наиболее показательные, то есть это максимум, что будет в реальности. Однако, что касается стриминга, то в любом случае прибавка двух ядер скажется на производительности крайне положительно. Так что разница будет видна невооружённым глазом. Прочую разницу невооружённым глазом, скорее всего, увидеть будет сложно, если говорить про игры. Есть слайд Intel по вопросам создания контента. Опять же, частично сравниваются результаты с Haswell'ом и частично с Kaby Lake'ом. Но в целом, если говорить по приросту от Kaby Lake'а, то он заключается в большем числе ядер. А что касается Haswell'а, то тут в большей части вопрос в том, что ранее уже появились аппаратные декодеры в составе видеоядра, которых на Haswell'а просто не было. Также отдельный слайд выделен для оверклокеров. Хотя, забегая вперёд, сразу ещё скажу, что под крышкой припоя не будет. Так что слайд для оверклокеров есть, а вот хорошего отношения к ним нет. Из интересного стоит отметить, что указано, что поддерживается новая некоторая технология разгона каждого ядра. И пока это всё не совсем ясно, как работает. И тут явно нужны пояснения, которые будут, скорее всего, только 5 октября. Но если бы это было управление параметрами питания каждого ядра вручную и отдельно, то в этом слайде так бы это крупно и было написано. Так что это, скорее всего, нечто иное. Также действительно новое – это управление таймингами памяти в реальном времени. Такого я раньше нигде не видел, и вот это уже, скорее всего, действительно что-то интересное. Говорится ещё и про управление теплопакетом. Но он есть и в кабелейках на самом деле, просто об этом никто не говорил. Я так понимаю, что можно будет настраивать сброс частот так же, как он сейчас реализован в видеокартах. То есть, когда слишком высокие ТДП, частоты снижаются сами. Сейчас же это работает несколько по-иному. Сброс частот настраивается не в явном виде, в виде двух пауэр-лимитов. Если они не настроены или допускают бесконечное превышение на любой срок, то сброс частот идёт только от превышения температуры в 100 градусов. Остальное – это, я так понимаю, софтовые вещи. И что самое важное надо было выяснить из данной презентации, так это то, что Intel давит на то, что это игровой процессор, а не что-то иное. И это означает только то, что в работе 8 ядер от AMD будут за те же деньги быстрее 6 ядер от Intel. Правда, очевидно, что разница будет не столь катастрофична, как на седьмом поколении, когда 8 потоков уже никак не могут в рабочих приложениях упираться 16 потоком от AMD. И теперь самая важная – табличка с продуктами и ценами. Для начала посмотрим на частот. Базовые частоты довольно низкие везде, кроме как у i3. У i3, который по сути – это старый i5, частот нормальный. Младший i3 по производительности будет примерно аналогичен i5-75-00, при этом имея цену 117 долларов против 200, то есть разница просто огромная. Старший же i3 будет аналогичен по производительности i5-76-00K, но стоит будет не 245 долларов, а 170. Что ещё важно отметить – это то, что заявленные частоты памяти у процессоров 2400 МГц, то есть так же, как у Кобилейков. Вероятнее всего, новая линейка i3 будет просто перемаркировкой старых i5, то есть, скорее всего, в первую очередь Intel под видом i3 будут продавать просто остатки 7-го поколения, а уже затем будут продаваться урезанные чипы 8-го поколения. Но это, естественно, только моё предположение. А вот если посмотреть на частоты остальных процессоров, то тут всё печально – базовые частоты очень низкие, а вот для Turbo Boost довольно высокие. Но указанные частоты – это частоты на одно ядро, то есть, когда задействовано будет больше ядер, то есть 2, 4 или 6, то и частоты будут ниже. Насколько ниже – официальной информации нет. Есть неофициальная, и она довольно оптимистична. И что касается прошлого поколения, то в Кобилейках работа Turbo Boost была очень агрессивная. То есть на все ядра частота была обычно на 100 или 200 МГц ниже, чем на одно. Если даже по 300 МГц скинуть от одноядерного режима, то тоже вроде как частоты получаются неплохие. Однако ещё надо заметить, как Intel даёт определение технологии Turbo Boost 2.0. То есть это динамическое повышение частоты при необходимости используя ТДП ниже заданных пределов. И я уже говорил, что в Кобилейке есть возможность установки двух пауэр-лимитов, позволяющих временное превышение заводского ТДП. И настройки по умолчанию зависят от материнской платы. Именно поэтому нет на сайте Intel данных по частотной формуле Turbo Boost в Кобилейках, хотя для всех остальных поколений такие данные есть. И именно поэтому удалось сделать работу Turbo Boost в Кобилейках очень агрессивной. Просто процессор превышает свой заявленный ТДП. А уже насколько и как долго зависит от производителя материнской платы. В Кобилейках, я так понимаю, будет всё так же. Так что реальные частоты в многопотоке мы сможем узнать только в независимых тестах. Опять же, на обзоры материнки могут раздаваться с подкрученными пауэр-лимитами из коробки. То есть может такое случиться, что у тестеров i5-8400 будет в линпайке выдавать 3.8 ГГц. А вы купите материнку, и с коробки будет 3.4 ГГц. И обзорщики знать не будут, что что-то было не так. Так что мы все ждём независимые тесты. И в играх многое будет зависеть именно от реальных частот. Тогда как и реального прироста выполнения инструкции на такт не будет. Про цены на i3 я уже всё сказал, теперь переходим к ценам на i5. Младший шестиядерный i5 восьмого поколения будет стоить ровно столько же, сколько стоил младший i5 седьмого поколения. Рекомендуемая цена 182 доллара. Как я и говорил около месяца назад, наибольшая разница по ценам будет между i5 под разгоном. Шестиядерный процессор будет стоить на 15 долларов дороже четырёхъядерного i5. То есть разница будет порядка 900 рублей. Шестиядерный i7 восьмого поколения не под разгон будет стоить столько же, сколько четырёхъядерный i7 не под разгон. И шесть ядер под разгон будут стоить на 10 долларов дороже, чем четыре ядра седьмого поколения. То есть дороже примерно на 500 рублей. В принципе, это всё, что можно сказать об официальной информации. Есть и неофициальная с тестами и разгоном, которая говорит о том, что есть небольшой прирост водопотоке. Скорее всего, связанный с более высокими частотами на одну ядро в Turbo Boost. И также разгон без скальпирования доступен примерно в тех же частотах, что и на Kaby Lake, то есть 4.7-4.8 ГГц. А дальше для прохождения Linux'а надо скальпировать. Также по самим материалам от Intel видно, что восьмиядерник от AMD в рабочих задачах новый процессор не превзойдёт. Иначе было бы написано что-то типа «Новый процессор, самый лучший не high-end desktop процессор для того-то и того-то по результатам того-то и того-то». Но в любом случае проццы вроде годные. Например, младший i3 имеет 4 ядра с относительно высокой частотой всего лишь за 117 долларов. И это будет неплохо, когда появятся младшие материнки, плюс задел на апдейт будет большой, то есть платформу ещё долго не надо будет менять. А i5, если частота будет нормальной в реальных задачах, тоже сразу будет выглядеть намного выигрышнее старых i5. Опять же, будет стимул у людей продавать процессоры второго и третьего поколений Intel. А значит для тех, кто в основном смотрит в сторону БУ, будет чем поживиться. Также есть надежда, что все старые серверные 4-ядерники ещё просядут в цене. И напомню, что у меня есть плата на 1155, так что появление в обозримом будущем тесты Xeonщиков также вполне вероятны. Ну и новый i7 – это хорошее решение для бюджетных рабочих станций, если вы смотрите в сторону только новых железок. И опять же, если вас не устраивает Ryzen, например, по причине отсутствия видеоядра с большим ассортиментом аппаратных ускорителей. Ну и больше информации появится только 5 октября. Будет видео или нет по итогам презентации, я пока не знаю. Если что-то дельное ещё расскажет, то видео будет. Если не расскажет, то видео не будет. Ну а в любом случае, в группе ВКонтакте я всё важное напишу. Ну и конечно же, за появление этих процессоров надо отдельно поблагодарить инженеров и разработчиков от AMD. Без них бы ничего этого не было. Надеюсь, видео было интересно или полезно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok